Травля, издевательство, запугивание. Одним словом, буллинг. Явление, с которым сталкивается каждый второй школьник в России. Чаще всего агрессорами выступают сверстники, иногда ученики старших классов и даже учителя. Так почему же дети подвергаются насмешкам, угрозам и придиркам? Об этом и не только. Мы поговорим сегодня с людьми, которые знают эту проблему изнутри. Меня зовут Мадина Лайпанова. Это программа «Недетский разговор». Сегодня в нашей студии присутствуют члены Детского общественного совета приуполномоченным по правам ребенка в Карачаево-Черкесской республике. Они обычные рядовые школьники. И кто, если не они, сами знают проблему буллинга изнутри. Сегодня мне хотелось бы, чтобы у нас состоялся честный и открытый разговор. Я знаю, что здесь присутствуют ребята, которые и сами становились жертвами буллинга, и те, кто наблюдал за этим явлением. Поэтому сегодня нас ждет такое открытое общение, и мы посмотрим на эту проблему с разных сторон. Мне бы хотелось начать сегодняшнюю нашу беседу с Аслана Хасанова. Давай, наверное, расскажем немного нашим телезрителям, что вообще это за явление. Сталкивался ли ты сам с буллингом, и, в принципе, как с этим можно, может быть, сегодня побороться? Да, Мадина, спасибо. Буллинг – это, конечно же, насилие. С буллингом я сталкивался, был наблюдателем и, к сожалению, если можно так выразиться, косвенным участником. Но, к счастью, это не продлилось долго, его пресекли. Расскажи, пожалуйста, каким бывает вообще буллинг, как правило, вот в чем он выражается? Буллинг бывает разным. Например, он бывает физическим, то есть это, например, умышленные пинки, удары и так далее. Также бывает психологический буллинг – это насилие, связанное с действием на психику. Это когда травят, обзывают и так далее. Также бывают обидные жесты или действия, то есть тебе что-то показывают, когда ты у доски и просто пытаешься ответить свой параграф. Также запугивание, использование агрессивного языка тела и интонации голоса для того, чтобы заставить жертву совершать или не совершать что-либо. Также вымогательство денег, еды и иных вещей. Я знаю, что сегодня среди ребят есть те, кто и подвергался буллингу, мне бы хотелось услышать их истории, соответственно, Анастасия и Артемида. Девочки, расскажите, пожалуйста, были ли такие ситуации и, собственно, что, как вы себя вели? В детском садике еще все это началось. У меня была врожденная порог сердца, то есть болезнь, и мне провели операцию. И из-за этого даже с раннего возраста дети как бы замечали это. И так как дети, они маленькие и не имеют такого чувства к толерантности, они сразу открыто это говорили. Были такие насмешки по типу инвалид и прочее. В эти моменты Артемида заступалась за меня. То есть вы знакомы прямо с детства, да, я так понимаю? Ну расскажи, Артемида, сложно ли быть свидетелем, скажем так, да, и что ты предпринимала для того, чтобы оградить Настю от таких вот проявлений жестких? Морально для маленького ребенка это, конечно же, сложно. То есть когда ты наблюдаешь со стороны и ровным счетом ничем особо помочь не можешь, то это давит психологически, скажем так. Я всегда пыталась Настю как-то защитить, вступиться за нее. И даже вот по сей день это у меня заложилось в голове, в моем сознании. И если я вижу и сталкиваюсь с такой ситуацией, я всегда пытаюсь как-то, опять же, защитить, поддержать словом, если вдруг меня там не было рядом, но я узнала об этом случае со вторых лиц и так далее. То есть потом пытаешься решить эту проблему, как бы, да, после того, как случилось? Потому что после буллинга человек может уйти в себя, и итог может быть любым, и поэтому я как-то пытаюсь всегда поддержать. Настя, а ты сталкиваешься с этим по сей день? Бывает такое? Да, да, я сталкиваюсь по сей день с данной ситуацией, только в эти моменты началось немного другое. Я чаще всего ношу мешковатую одежду, закрытую, даже в такие жаркие периоды, и началось другое совсем. То есть те, кто помнят о тех ситуациях и знают, что у меня какая-то была проблема, они начинают, ну, как бы, говорить о том, что вот ты носишь мешковатую одежду, значит, там, либо уезжают за формы, либо начинают, опять же, напоминать о той проблеме, что у меня есть какой-то шрам, либо же просто, там, например, по поводу лишнего веса. То есть считают, что у меня есть... Очень худенькая на самом-то деле. Ну, люди не видят же каких-то определенных... Ну, понятно, не видят, как на самом деле, да? Вот, и поэтому считают, что там я скрываю что-то именно по формам. Скажи, пожалуйста, а как ты пытаешься вот бороться с этим? Да, ты говоришь, что ты носишь мешковатую одежду, но помогает ли это избежать вот таких насмешек на самом деле? Ну, честно, не всегда. То есть, во большей части, конечно, начинаются насмешки уже по другому поводу, но во большей части сейчас немного успокоились люди, то есть в кругу мои сверстники, они, как бы, сейчас у них какой-то переломный момент, и они стараются как-то поаккуратнее относиться к таким вещам, так как у них самих есть тоже какие-то проблемы. Ну, ты считаешь, что вообще, когда вот человек становится, ну, подвергается, скажем так, вот такой травле, как, на твой взгляд, нужно все-таки себя правильно вести? У тебя есть какие-то, может быть, выработался уже какой-то, выработался какой-то план, которого ты принеживаешь? В таких ситуациях, я считаю, что, честно, не нужно как-то там закрывать свое тело. Также вот я заметила сейчас, даже с раннего возраста, например, в пятом классе, девочки, они из-за травли начинают как-то носить себя кучу косметики, носить какую-то даже вот школьную форму, но при этом она какая-то прям совсем большого размера. То есть я считаю, что не нужно этого делать, не нужно уродовать себя. То есть пока у меня это отложилось как бы в моем подсознании, поэтому я так хожу. Например, те, кто только столкнулись с такой проблемой, я считаю, что им нужно, скорее всего, обратиться к кому-то, даже с тем же своим сверстником поговорить, попросить поддержки. И самое главное, это не агрессировать, потому что какая-то даже пассивная агрессия может вывести это еще на большие конфликты, в котором будет уже как бы замешаны даже какие-то физические действия. Вообще, ребята, хотелось бы узнать, как вы считаете, чаще всего, как буллинг проявляется? Может быть, кто-то бы хотел высказать мнение, было бы интересно услышать, узнать. Ну давайте я расскажу. Владислав. В настоящее время я стараюсь держать такую активную жизненную позицию, но бывают моменты, когда эта обратная сторона бывает не очень приятная. Ну мы давай поясним нашим телезрителям, что ты достаточно активный молодой человек, участвуешь во всевозможных конкурсах для одаренных молодых людей, в форумах различных, проявляешь себя всегда. То есть ты говоришь о том, что есть какая-то обратная сторона у этого, правильно? Да, есть, безусловно. У каждого положительного есть отрицательная. Так вот, между этими положителями обратная сторона довольно-таки плохая, и все это оборачивается из-за зависти. И самое плохое, что это выявляется не у одного человека, а у мнения большинства. И с этим иногда приходится бороться. Из-за этой зависти появляется буллинг. Ну как мы уже разъяснили. А как проявляется? Идут упреки, идут осуждения, какие-то странные вопросы. Влад, для чего ты это делаешь? Ты делаешь это только ради славы, ради какой-то популярности или хайпа. Зачем тебе это надо? Да, только чтобы уехать отсюда. И на самом деле, несмотря на печальность этой картины, хочу сказать, что те, кто осуждал, те, кто как-то был против этого, пообщавшись именно со мной лично, меняли это мнение прям кардинально. На самом деле, это все, объяснив я им, что это ради друзей. Своей целью мотивации. Да, ради эмоций, ради тех моментов, которые ты получаешь, заряжаешься от этих мероприятий. И на самом деле это круто. Они заряжаются этой такой, так сказать, энергией. И сами участвуют. Они участвуют. А потом говорят, спасибо тебе, да? Я говорю, спасибо, и вот на самом деле, вот такие моменты бывают. С этим нужно бороться. То есть, твой вариант решения такой проблемы, это объяснять свою точку зрения, да? И уметь ее отстаивать. В итоге, да, самое главное, не подавляться мнению большинства, если оно неправильное. Какое бы ни было, что бы ни было, главное держать свою точку зрения, и тогда люди будут... Начнут тебя понимать, да? Хотелось бы узнать, вот Аслан сказал, что он был в ситуации, когда был наблюдателем. А может быть, кто-то все-таки как раз-таки участвовал в травле другого, ну, скажем так, школьника, там, своего сверстника. Были среди вас такие? Да, я и сам являлся как бы косвенным участником данного процесса, к сожалению. А в чем вот проявлялось это? Из-за чего, может быть? Вот почему выбрали именно этого человека? Ну, знаете, там был я не один, и это было в классе. Но, опять-таки, мы не признавали это буллингом, какой-либо такой проблемой. Это была... Скорее, как шутка. Да, обычная шутка. Я тогда не понимал, что я травлю человека на самом-то деле, но, к счастью, я вовремя думаю, что остепенился и пресек данное действие. То есть можно в какой-то момент все-таки осознать, что ты делаешь что-то не так, да? Да, я думаю, что да. Как вы считаете, вот когда происходит такой момент травли, бывает ли, что сам по себе этот человек, который в ней участвует, он, в принципе-то, и неплохой, хороший, но вот как-то мнение большинства на него влияет, и вот как-то отключаются какие-то, может быть, инстинкты? Я считаю, что в данном случае, когда буллет именно какого-то конкретного человека и именно какой-то массой, то есть не просто один одного, а именно с какой-то, скажем так, толпой, люди, которые проходят мимо или как просто в роли наблюдателя, не говоря ничего, все равно должны как-то подключиться, не просто как бы, а вот именно какой-то у них инстинкт, то, что они понимают, то есть если я не подключусь, то есть я буду следующим, я буду, получается, следующей целью. То есть это своего рода страх такой, да? Это страх, и как-то пытаешься как бы избежать этой ситуации, но хотя по большинству получается так то, что все равно те же люди, которые участвовали, в будущем оказываются... Сами же могут, да? То есть это не гарантия, если ты с большинством, не значит, что ты не можешь стать следующим, да? Вот я, кстати, слышала о том, что, ну и читала вот информацию, бывает, что буллинг проявляется в форме бойкота, то есть когда с человеком вот именно не общается большинство, и, к сожалению, это зачастую является, даже чаще всего, приводит именно к таким плачевным последствиям, даже к суициду порой. Вот у вас такое было, что вот с вами не общается большинство, ну, допустим, в классе, или вы не общались с каким-то конкретным человеком, и если так было, то почему именно с этим человеком, ну, вы не хотели общаться, может? Ну, я готов рассказать историю из школы. На самом деле не я не был жертвой, я был свидетелем. В первую очередь хочу напомнить, что человек — это социальное существо, он развивается в социуме, и что, если не общение, может его мотивировать жить? И так получалось, что человек, которого игнорировали, наступал такой момент, когда он полностью вот свернулся в какой-то клубочек, и это был совсем другой человек. Я считаю, это было настолько ужасно, ведь здесь полная нечеловечность, и не представляю, что думали те, кто совершал такое. У нас сегодня присутствует Кира и Злата. Девочки, мне хотелось бы услышать ваши истории, что бы вы хотели рассказать? Ну, я сама подвергалась буллингу, когда мне было где-то 10-11 лет, и как раз-таки туда же входил и бойкот, какое-то игнорирование меня. Это было в группе по английскому языку, и я была самой младшей в группе, то есть мне было там 10-11, остальным самой старшей девочке было 14. И как от тех, кто чуть-чуть старше, я слышала, что вот почему ты сама с собой разговариваешь, когда я пыталась с ними как-то поддержать диалог, а от самой старшей девочки я получала как раз-таки большое количество агрессии, и я в итоге поняла, почему это происходило. Оказывается, эта девочка была второгодкой, и она уже второй год проходила тот же курс, а я была самой маленькой, и я считаю, что как раз-таки у нее была тоже какая-то зависть, и она хотела как-то самоутвердиться. Причем другие, вся группа, она молчала, и никто ничего не хотел как-то помочь, а она просто оглядывалась на них и хотела... С молчаливого согласия остальных, да? Да, и она хотела показаться как-то круче и самоутвердиться в группе. А скажи, пожалуйста, вот ты сказала, я в какой-то момент поняла, почему это происходило, а как ты поняла, тебе кто-то помог или ты сама вот как-то... Да, я узнала это от взрослых, мы обращались там и к директору школы, и в итоге узнали причину, почему так происходит, и мне стало намного легче. А как вот твое отношение с этой девушкой, девочкой потом поменялось? Может быть, ты стала ее жалеть, или просто игнорировать, пропускать мимо ушей? Как вот ты ее сила? Я стала больше игнорировать, и в какой-то момент она перестала вот так сильно нападать и агрессировать, и это мне очень сильно помогло. И в следующем году эта девочка уже не училась с нами в группе, и в конце года у нас, в принципе, взаимоотношения были нормальными. Ну, получается, по итогу у тебя все-таки сложилось общение с людьми, которые молчали, когда тебя вот... Да. Вот ты как смотришь на данную ситуацию? Нормально ли это? Ну, то есть можно ли потом общаться с людьми, которые промолчали в тот момент, когда тебе, может быть, нужна была помощь? То, что молчали, да, потому что они, возможно, боялись сами подвергнуться этой агрессии, подвергнуться буллингу, поэтому сами как-то не вступали никак в защиту, но общение с теми людьми у меня продолжилось, и мы особо эту ситуацию не вспоминали, но общение было нормальным. Понятно. Злата, ну, может быть, твою историю, ты такая яркая, достаточно, у тебя внешность такая интересная, расскажи, пожалуйста. Я была сразу тремя различными, получается, буллер, ну, это был массовый буллинг, так скажем, очень сожалею, что я в нём участвовала, я извиняюсь перед этой девочкой, извинилась уже давно-давно, была жертвой и наблюдателем. Наблюдателем была очень много раз, пыталась как-то это предотвратить, даже в садике. Когда я была жертвой, это был тоже массовый буллинг в классе. Передо мной, слава богу, извинились из-за того, что вмешались в старшие, это было очень вовремя. Мы выиграли конкурс «Местник военно-массовой обороны». Я выступала, и половина нашего класса разыгрывали сценку на заднем плане. Мы выиграли первое место, и выходила получать грамоты и награды я. И наш учитель отдал главный приз, можно так сказать, колонку мне. И, естественно, все в классе, четвёртый класс, что с детей взять, начали... Возмутились, да? Возмутились, начали к своим родителям тоже как-то вот почему она, почему не мы, мы же тоже. Я уже... Естественно, я не выдерживала. Началась вот эта вот прям давка. Слава богу, я пожаловалась учительнице, потому что лично для меня, если начинается какой-то буллинг, сразу обращаться к взрослым. Типа... Это твой выход, да? Да, у меня нет понятия там стукач, потому что мне плохо, почему я должна думать, что о других. То есть твой выход это обратиться к старшим, да? Да, почему я должна решать это? Я в четвёртом классе, я не виновата в этом, то, что мне дали. Вот. Мама мне сказала то, что ничего страшного, очень благодарна своим родителям, потому что меня с детства уже приучили, если что-то происходит, сразу обращайся к нам, не томи... То есть помощь родителей тоже очень важна? И это твои первые помощники, я скажу. Да. Мама сказала, давай просто отнесём эту колонку, пусть они сами разбираются. Кому её дать, да? Да, я принесла её колонку, колонку в школу, но учительница сказала то, что твоя заслуженная награда, поговорила уже со всем классом, и всё, разрешилась, всё, передо мной извинились. Ребята, у меня вот такой вопрос, ты тоже сказала, что ты была тоже и свидетелем, да, и как-то вот... Вот мне интересно, вы практически все сказали, что были наблюдателями такой ситуации, вот что вы в этот момент чувствовали, и, допустим, ну почему не вмешались? Вот есть такое? Вот почему всё-таки присоединились, ну или наоборот просто не отреагировали? Вот что вы можете сказать, почему люди так поступают, вот ваши сверстники? Мне кажется, это распространённая очень проблема, и ситуация, в принципе, и она была абсолютно у каждого, но просто не все осознавали, что они делают, какие последствия могут быть от этого, что может человек чувствовать, и, может, они никак не реагируют, и как раз-таки, ну, не обращают внимания просто потому, что, ну, не думают о последствиях. То есть не кажется, что это серьёзно, да? а если подключаются, то думают, ну, ему будет всё равно, там, особо как-то не думают, что человеку может быть действительно плохо и больно от этого. Многие люди думают, даже когда они наблюдатели, или участники буллинга, что, как отметил Влад, человек социальное существо, и как мне жить дальше в социуме, как мне легче будет дальше жить в социуме, в котором я нахожусь. Или в участии, или в молчании они видят путь решения. Всё-таки хотелось бы услышать вот вывод небольшой. Как, на ваш взгляд, может быть, буквально каждые пару слов, хотелось бы узнать, как выходить из этой ситуации, если вдруг ты подвергаешься буллингу, или тебя пытаются втянуть в то, чтобы ты стал участником и устроил травлю у кого-нибудь? Я считаю, что в данных ситуациях нужно позвать третье юридическое лицо, если быть точнее, это медиатора. Медиатор – это такой человек, который между двумя конфликтующими сторонами может найти какой-то общий компромисс, чтобы каждый был удовлетворён и меньше было конфликтов. Тем самым, благодаря, в принципе, этому человеку и какие-то подростки, они тоже научатся доверять не только своим сверстникам, но и взрослым. То есть переговорщик в лице взрослого человека, может быть, да? А кто ещё какие-нибудь может? Ну, я, пожалуй, добавлю по поводу такого телесного, по поводу внешнего буллинга, когда тебя осуждают за внешность. Я скажу так. Человек – это в первую очередь и плюсы, и минусы. В каждом человеке есть свои плюсы, свои минусы. Людей со сплошными плюсами не существует. Главное – оценить себя, уважать себя, любить себя. И тогда, когда ты себя полюбишь, другие люди тоже будут тебя любить. Просто сначала очень мудро, очень мудро. Также я бы тоже добавил, что в буллинге никогда не виновата жертва. Почему мы должны отвечать за поступки тех, кто не может держать своё негативное мнение при себе? И я считаю, что не нужно впадать всё же в эту депрессию, если можно так выразиться, а всё-таки найти в себе силы, тот ресурс, чтобы совладать с одной проблемой решить её. Я бы ещё хотела дополнить. Не всегда подросток может обратиться или не хочет обращаться к взрослым. Потому что ребята там с 1 по 6 класс возможно и обращаются к взрослым, то есть к родителям, к учителям. А с 7 по 11 уже подростки не хотят обращаться к взрослым, боятся. И если, конечно, у человека подвергнутого буллингу есть друзья, то я считаю, что как раз-таки легче ему будет рассказать всю эту проблему своим сверстникам, чем взрослым. Когда обижают человека по поводу той же одежды, он может начинать замыкаться в себе, поменять свой стиль, и тогда обидчик может сделать вывод, что вот он повлиял как-то морально, поэтому мне кажется, что в первую очередь нужно как-то прорабатывать свою психику, свою самооценку. Самооценку нелегко, скажем так, повысить, если у кого-то она низкая, но мне кажется, если приложить усилия, то у каждого все получится. Еще я бы хотел добавить, что аппарат уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесской республике разработал схему действий для ребят, оказавшихся жертвами буллинга и для родителей этих ребят, также для учителей, чьи ученики оказались жертвами. Все это вы можете найти на информационных стендах ваших школ. Понятно. Вот так вот, дорогие друзья. В принципе, мы сегодня услышали мнение всех участников наших. Это еще не все. Нас ждет мнение экспертов данной области, который буквально через пару минут присоединится к нам сюда в студию. За ходом нашей беседы беспрерывно наблюдала психолог реабилитационного центра «Надежда», которая специализируется на работе с детьми, подвергшимся травле, а также с зачинщиками и наблюдателями конфликтов. После того, как ребята рассказали свои истории, мы пригласили специалиста к нам в студию, для того, чтобы она могла поделиться своим экспертным мнением с участниками сегодняшней беседы. К нам в студию присоединился психолог социально-реабилитационного центра «Надежда» для несовершеннолетних Даурова Динара Хазрета Ливна. Здравствуйте. Приятно вас видеть сегодня в нашем кругу. Вы слышали всю нашу беседу, наблюдали, скажем так. Вот хотелось бы у вас узнать, как у человека, который непосредственно взаимодействует с детьми каждый день, может быть причины, почему сегодня возникает буллинг среди детей и какие бы вы советы все-таки дали, как с этим обойти последствия, скажем так, этого. Здравствуйте еще раз. Конечно, у нас в студии сегодня реально не детские разговоры идут. Очень такая тема буллинг, такое красивое модное слово, на самом деле по значению очень страшное по факту. Я хотела бы привести к тому, что буллинг в первую очередь это травля, то есть это агрессия одних детей против других, соответственно. Буллеры это дети, которые становятся агрессорами, у них тоже не все сладко, можно так сказать, потому что это в основном дети, у которых есть проблемы в семье и не только в принципе. Поэтому вот как психолог, лично я, работаю не только с жертвой буллинга, но также со всеми участниками это буллер, наблюдатель и жертвы. Часто мы слышим, опять-таки я повторюсь про эти слова, это именно участники буллинга. Мы знаем, что вот, совет детки. Да, совет детки, они проводили мониторинг какой-то. Хотелось бы сказать, что в период с 30 августа по 15 сентября аппарат уполномоченного инициировал проведение анонимного опроса среди школьников по исследованию причин буллинга в образовательных организациях. проходило это совместно с детским общественным советом. И результаты таковы, что треть из опрошенных являлась участниками травли, а каждый третий являлся жертвой. То есть вот такие цифры, да, это то, что в Карачаево-Черкесии происходит, да, правильно? Да, это получается, что по Карачаево-Черкесии вообще, в принципе, сделали. И хотелось бы добавить, что вот, когда ребенок приходит, вот уже, допустим, мы перейдем к нашим рекомендациям практичным каким-то, вот ребенок приходит домой и говорит родителям отчасти, вот, и статистику я хотела бы привести, что на самом деле буллингу больше подвергаются именно начальные и средние классы более часто встречаются уже к 11-му классу, когда уже формируются какие-то структуры мозга, когда самогуляция у подростка она улучшается, соответственно, оно немножко сходится на нет. Но, конечно, это не всегда получается. Но в основном так, если мы даже какой-то мониторинг проведем, вот в основном именно возрастной контингент, скажем так, это начальные и средние классы. И вот то, что ребенок приходит домой, он говорит о том, что вот его травят или не так ударил, или что-то не так сказали. Какая реакция у родителей, соответственно? Первое побежать, да? Вечно сдать сдачу, а почему ты не ответил, ты же не слабый, почему ты так себя ведешь? И, соответственно, ребенок закрывается, он уже не хочет продолжать этот разговор. Он не понимает, к кому еще обращаться, когда родитель, который является самым близким человеком, себя так ведет. А это нормально, на самом деле. Родители тоже не всегда подготовлены к тому, что его ребенок станет жертвой какой-то травли. И если он уже понимает, что беспомощен, и ему нужна тоже помощь, как и ребенку, то можно обратиться к специалистам. И первая такая рекомендация, скажем так, в этой ситуации, это обратиться к третьим лицам, вот как говорила Настя, за помощью. В каждой школе, в принципе, должны быть вот эти медиативные службы, которые входят в соцработник, психолог, педагог. Мы должны дать понять ребенку, что его принимают, что его понимают, что в любом случае мая меня поддержит. Что ты пришел и рассказал. Да, что ты рассказал. Наоборот, поддержать то, что он все-таки решился это рассказать, потому что подростки у нас очень закрытые, и, соответственно, то, что он пришел и что-то рассказал, это уже много значит. И всегда, чтобы доверительные эти отношения с родителями, с детьми были у родителей, нужно разговаривать. А вот дальше, вот хорошо, ребенок рассказал, вы сказали, я тебя понимаю, то все, дальше. Выслушивают. Должны, если, допустим, сперва не доходя до администрации школы, не доходя до учителя, все-таки попытаться понять какой-то конструктивный анализ действий может каких-то, какие-то шаги, как ребенок может себя повести в этой ситуации, как он может выйти из этой ситуации. Если уже это не получается, к сожалению, самостоятельно справиться с этим, то уже доходи до администрации школы. В первую очередь, это учитель, который все-таки является главным лицом, который должен понимать, что происходит в школе, что у него происходит в классе, если он этого не знает или просто закрывает глаза, все-таки до него донести про это. Поговорить с учителем, если надо будет пригласить родителей буллера, соответственно, и начинать разговор не надо с тем, с каким-то обвинением, с агрессией, потому что агрессия всегда вызывает агрессию. Это касается и родителей, потому что зачастую, к сожалению, родители сами не могут справиться, сами не могут себя контролировать. То есть ведут себя хуже подростков. Да, хуже подростков, соответственно. И решать уже именно на школьном уровне. И дети должны понимать, что это не стукачество, на самом деле. Вот говорила, что это не стукачество, я должен про себя подумать, про свое здоровье, в первую очередь, а потом про других. И прекрасный тоже пример приводили о том, что когда друг есть, который помогает, вот как в случае Насти, и Афтимиды, очень красивое имя, тоже замечательно. Потом не бояться заводить друзей, пытаться быть больше открытым. В любом случае есть у нас и в Карачао, и в Черкесии, в принципе, и по России федеральный номер 8 800 2 122, мне кажется, многие его слышали. Это детский телефон доверия, куда можно обратиться в любое время, она круглосуточная, анонимная, конфиденциальная. То есть иногда бывает, знаете, синдром попутчика в поезде. Вот мы можем позвонить совершенно незнакомому человеку на самом деле и рассказать все, что происходит. И вы знаете, что этот человек не пойдет и не будет распространять слухи, сплетни, ну, в таком плане. Поэтому вот тоже такая возможность, вот такая рекомендация есть, которые уже знают, как и что вам в этой ситуации делать. Сегодня мы услышали много чего интересного непосредственно от самих участников процесса. от человека, который обладает большим опытом в разрешении подобных конфликтов. Я думаю, что у нас действительно состоялся такой плодотворный, открытый, честный разговор. Хотела бы поблагодарить вас всех за то, что вы сегодня присоединились, пришли, не боялись рассказать свои истории. Это самое главное, потому что вполне возможно, что для кого-то сегодня ваша история стала таким ярким примером того, как себя вести в той или иной ситуации. Что же, дорогие телезрители, на этом наша сегодняшняя беседа завершается. Хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы были сегодня с нами и напомнить в очередной раз, что если кто-то из ваших родных и близких подвергается буллингу в школе, вы всегда можете позвонить по телефону горячей линии, которую сейчас видите на своем экране. А мы на этом с вами прощаемся. С вами была Мадина Лайпанова. У нас состоялся вот такой недетский разговор об очень серьезных вещах. Мы увидимся с вами совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok